Глава седьмая Глава седьмая После свадьбы она забрала мужа своего в подземные ярусы вселенной Там, в преисподней, вседержитель наделил Пурукутсу властью истребить ангелов, что восстали против высшего закона Тогда же змеи поклялись, что избежит змеиного укуса всякий человек, вспомняющий в миг опасности предания о юной деве Нормаде и царевиче Пурукутсе От союза Пурукутсы и Нормады родился Трасадасия, который родил Анаранью Анаранья родил Харьяшу Харьяшва – Проруну Проруна – Трибандхану Трибандхана родил Сатьяврату, которого больше знают под именем Тришанку Дерзновенный нравом, он похитил дочь священнослужителя во время бракосочетания ее с молодым брахманом За что отец девицы проклял Тришанку, дабы тот превратился в презренного дикаря неприкасаемого сословия У Тришанку родился сын, нареченный Харишчандрою Из-за него поссорились старцы Вишвамитра и Васиштха, которые, обернувшись птицами, долгие годы бились друг с другом в лютой ярости Харишчандро был не способен родить сына Дабы помочь государю в его печали, мудрый Нарада советовал ему обратиться к владыке Варуне О, повелитель, вот, взмолился Харишчандро Прошу, сделай так, чтобы у меня родился наследник Я даже готов принести его тебе в жертву Но подари мне счастье, хотя бы лицезреть собственного сына Да будет так, ответил Варуна И в должный срок жена Харишчандры произвела на свет младенца, коего нарекли Рахитою В час рождения дитя повелитель водной стихии предстал пред Харишчандрой и напомнил о его обещании Не теперь, царь морской, ты же знаешь, жертвенное животное становится пригодно к закланию лишь через десять дней после рождения По прошествии десяти дней Варуна снова появился в царских покоях Настало время сдержать свое слово, великодушный государь Не сейчас, ответствовал Харишчандра Жертва еще не чиста, пусть у нее вырастут первые зубы В следующий раз Варуна пришел, когда у ребенка выросли зубы Теперь ничто не мешает тебе совершить жертвоприношение Подожди, владыка морской, сын мой будет готов к закланию, когда у него выпадут молочные зубы Когда у ребенка выпали молочные зубы, Харишчандра сказал Варуне, что прежде чем сын будет пригоден для заклания, у него должны вырасти коренные зубы Когда у рахиты красовались два ряда жемчужно-белых зубов, государь сказал О, бог морей! Разве жертвенное животное не должно уметь защищать себя в бою с хищником, жаждущим его крови? И на этот раз Варуне пришлось ждать, пока любящий отец не согласится сдержать своего обещания Прознав, кому он обязан своим рождением и об отцовском слове, юный рахита вооружился луком и стрелами и покинул отчий дом Живя охотником в лесу, он узнал, что владыка морской наслал на отца его водную болезнь И что живот родителя непомерно раздумся Рахита уже было собрался возвращаться домой, дабы помочь родителю Но его отговорил царь небесный Индра, представ перед ним в облике древнего старца О, царевич! Государю ты поможешь, лишь стяжав благочестие Отправляйся на год в паломничество по святым местам По истечению года, а за ним второго, третьего, четвертого и пятого Индра представал пред Рахитаю и запрещал ему возвращаться во дворец На шестой год странствий царевич получил дозволение Индры вернуться в отеческую столицу По пути домой он обменял на свое золото у некоего аджигарты его юного сына по имени Шунахшепху И предложил отцу своему пленника в качестве жертвенного животного Великий государь совершил заклание человека, чем удовлетворил богов и излечил себя от водяной болезни, насланной на него морским царем Уставоблюстителем на том жертвоприношении был старец Вишвамитра Заклинание читал премудрый в духе Джамадагни Жрецов, черпающих масло, возглавлял Васиштха, а самоведу пел Аясья Довольный щедрыми подношениями, царь небесный даровал Харисчандре золотую колесницу О судьбе убиенного юноши я поведаю тебе позже Восторгаясь государевым страстотерпием, Вишвамитра открыл Харисчандре и супруге его вечное знание о природе души С помощью коего человек рвет цепь перерождений Вооружившись над мирной мудростью, Харисчандра освободил ум свой от желаний и растворил его в земной стихии Землю он погрузил в воду, в воду — в огонь, огонь — в воздух, воздух — в пространство Пространство он уничтожил в совокупном веществе, а последнее — в собственном «я», осознав себя частицею и слугою вездесущего Так, утвердившись в безмятежности, свободный от страстей, Харисчандра обрел совершенную свободу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok